В Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная церковному решению о введении новых правил подготовки к совершению таинства крещения. Представители духовенства и общественные деятели встретились с журналистами, чтобы рассказать о целях нововведений и трудностях, связанных с их воплощением. Русская Православная Церковь все больше склоняется к принятию решения об обязательной катехизации тех, кто вознамерился стать членом Святой Апостольской Церкви. Скоро нельзя будет покреститься, не пройдя нескольких обязательных просветительных бесед. При крещении детей до 12 лет катехизацию должны будут пройти их родители. Данная мера с точки зрения священнослужителей вынуждена. К сожалению, в нашем обществе крещение стало для многих ни к чему не обязывающим обрядом. Люди не понимают, зачем они это делают. Люди начинают, мы начинаем таинство, они стоят с совершенно отсутствующим взглядом, с таким праздным интересом или со скепсисом в глазах. Ну, зрелище не больше, обряд какой-то. Но если ты действительно совершил таинство и дал все возможные комментарии, рассказал о символике своих действий, люди совершенно с другими глазами уходят, совершенно они потрясенные, они совершенно другие люди. С точки зрения отца Евгения, необходимость в такой обязательной катехизации не всегда была одинаковой. В советские годы чаще всего приходили в церковь те, кто сознательно решился над такой непростой, осуждаемый большинством поступок. В 90-е, когда в храм уже можно было приходить безбоязненно, церковь столкнулась с другой проблемой. Священники просто физически не могли окормить такое количество оглашенных. На сегодняшний день это породило непростую ситуацию. Могу сказать, что представление тех людей, кто пришел ко мне, то есть это уже люди, которые пытаются подойти к таинству неформально, даже представление этих людей о таинстве, которое им предстоит пройти, оно зачастую радикально. Могу сказать, что это слово радикально отличается от того, что вкладывает в крещение Христос и Церковь. Я не убежден, что несмотря на все указы, которые теперь последуют, и на обсуждение этой темы, инерция сразу же будет убеждена. Наверняка очень многие священники к этому внутренне не готовы. Поэтому до того, когда войти в церковь можно будет только через катехизацию, у нас не скоро еще этого ждать. Но то, что уже об этом говорит в священном начале, это, на мой взгляд, здоровый признак. По словам отца Евгения, теперь сознательно вернуться в храм смогут те, кто, казалось бы, покрестившись в 90-е, больше и не заходил на его порог. Речь идет о людях, которые придут в церковь крестить своих детей и, пройдя катехизацию, сами узнают, что значит заключить завет с Богом.